Продолжение следует... Напомните, как выглядит разложение спинного оператора по плоским волнам. Продолжение следует... 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 Выражение превращалось в B крест B со своими индексами и, что там еще, со знаком минус, и плюс, и единичка. Что в итоге получалось? В итоге получилась сумма подделена с целятором, где входило это слагаемое, которое мы обзывали оператором числа частиц. Входила энергия на число частиц. И вот это слагаемое кружев зло со знаком плюс от того, что мы использовали антикоммутаторы. А эту величину мы будем называть оператором числа анти на частиц. Слово анти здесь подчеркивалось вот этим станком, расположенным вверху буквально. Таким образом частицы и античастицы в энергию вносили одинаковый вклад. То же самое можно было повторить и для импульса. И мы бы тоже выяснили, что частицы и античастицы в полный импульс вносили одинаковый вклад. А вот с зарядом в задачах немножко меняется. Что изменится по сравнению с предыдущим. Мы опять подставляем вот эти вот две суммы. Опять из-за интегрирования по трехмерному пространству возникают только символы по П, П' и двойная сумма превращается в однократную. Но, поскольку нету дифференцирования от этой переменной, то исчезнет множитель ε. Это первое отличие. И второе отличие. Поскольку нету дифференцирования, и будет изменение знака в этом слагаемом. А значит, возникнет ответ, в котором будет та же структура, отсутствует ε. Первое слагаемое будет то же самое. А вот второе слагаемое будет с противоположным станком. И если мы опять применим, а мы уже обязаны это делать, ту же самую процедуру плантования по ферментералку, то у нас возникнет сумма, в которую входит оператор числа частиц, минус оператор числа античастиц. Так что получается, что частицы и эти частицы различаются именно по одному признаку. В оператор заряда они дают разные знаки. Я еще раз хочу повторить, что подзарядом может подразумеваться либо электрический заряд, либо парионный заряд. В зависимости от того, про какую частицу мы говорим. Если речь идет про электроны и позитроны, то мы считаем, что отрицательно заряженные частицы называются у нас электрон частицей, а положительные заряженные позитроны называются античастицей. Вот это и завершается у нас картина, связанная с плантыванием спинорного поля. Поехали. Поехали. Итак, почти все интересные дальнейшие поля мы рассмотрели на предмет представление их как набор осцилляторов. При квантовании одни поля, скалярные и электромагнитные, нам пришлось квантовать по Бозейнштейну. Спинорное поле дирака пришлось квантовать по ферми дираку. И связь здесь оказалась вполне жесткой. Вообще говоря, это есть некое следствие общей теоремы Паули-Людерса о связи с Пиной статистики. Но это все речь шла про свободные поля. А нас, прежде всего, будет интересовать, конечно, взаимодействие различных полей, которые описывают взаимодействие элементарных частиц элементарной частицы квантов полей. Вот когда мы переходим к описанию взаимодействия, то выясняется, что самый на сегодня, по крайней мере, действенный аппарат описания такого взаимодействия, хорошо расчетный, приводящий к согласию с экспериментом, возникает в рамках теории возмущения. А вот развивать теорию возмущения удобно в специальной картине развития полей. Картина, которая называется «Представление взаимодействия». generations下一 Это в смысле виртуальная частиция Что-что? В смысле виртуальная частица? В каком смысле виртуальная? Почему это возникло? В связи с разным уроком про представление взаимодействия и вообще про взаимодействие. Ну, в смысле, что взаимодействие же обычно так представляют. Как? Как обмен виртуальными квадратами. Да, то есть вот, когда мы будем развивать эту картину дальше, у нас непременно встретятся виртуальные частицы. Ну, виртуальными частицами мы назовем некоторые элементы теории возмущений. То есть у нас будет жесткая математическая схема, а элементы этой схемы можно будет называть теми или иными терминами. На самом деле, такая технология, как правило, оказывается очень удачной в том отношении, что помогает развитию физической интуиции. Итак, чтобы подойти естественным образом к этому вещи, я вам напомню те две картины, которыми мы уже хорошо владеем. Здесь картина развития событий, развития полей и так далее. Это Штерлингерская картина. Как идет описание в картине Штерлингера? У нас имеется волновая функция, которая зависит от координат и от времени. Поскольку мы в дальнейшем будем интересоваться только, как все это развивается во времени, я сокращу это обозначение просто до указания именно времени. А это будет подразумеваться. Эта волновая функция удовлетворяет уравнение Штерлингера. Хорошо. А что касается операторов, то операторы, зависящие от координат и импульсов в классической механике или от четырех импульсов в теории поля, да? Как правило, считаются, в картине Штерлингера считаются, зависящие только от координат, но не от времени. Вот мы с вами изучали, например, вектор потенциала электромагнитного поля. И при гвантовании он оказывался зависящий только от координат, но не от времени. Хорошо. А как возникает зависимость средняя? Средняя – это есть математическое ожидание оператора по нашим волновым функциям. И вот эта штука, для меня, по-моему, так называют А, вообще говоря, от времени зависит. Но вся зависимость идет именно в волновых функциях, а не в самих операторах. Мы говорили, что эта картина самосогласованная до конца. Понятная и, главное, очень привычная в гвантовой механике. Но она не очень удобная, когда мы переходим в теорию Фора, в которой координаты импульсов должны выступать на равных. И поэтому, если операторы зависят от координат, то они с той же степенью, так сказать, общности должны зависеть, по идее, и от времени. Переход в картине, в которую операторы зависят от времени, совершается в представлении деятельности. Делается оно таким образом. Нам нужно найти оператор развития. Оператор, которым бы помог выразить волновую функцию в момент времени Т, через волновую функцию в начальный момент времени. Обзывем этот оператор буквой Q. Он, конечно, должен зависеть от времени. Иногда мы будем это забывать. Он должен сохранять нормировку волновой функции. Это означает, что он должен быть унитарным. То есть, пуск крестов должно равняться он не на сайте. Вот как найти этот оператор? Нужно вспомнить. Следующую вещь, хорошо известную как раз в картине Шрёдингера. Что если я имею значение волновой функции в начальный момент времени. Если я знаю собственные функции. Собственное значение оператора H. То любое начальное состояние может представлено в виде суперпозиции. По этой нормированной функции. После чего переход к зависимости от времени совершается очень простым способом. Здесь нужно добавить в нормировку. Ну, E, M на T. Ну, вообще говоря, делённая на постоянную планку. Но она у нас считается единицей. И тогда мы получим вот такой вот ответ. Так что, с этой точки зрения. А, извините, здесь. Оксидент. Вот пусковый нами оператор. Он как-то скрывается в этой сумме. На самом деле, первичным является эта сумма. А вот такое красивое представление мы сделаем. Но нужно понимать, что за этим красивым представлением ничего более содержательного, кроме этого утверждения, вообще-то не содержится. Красиво же можно это сделать следующим образом. Если я возьму оператора вот такого сорта и поддействую на ломовую функцию к себе. Н, то поскольку H всюду заменяется на Е, то и здесь я получу. Вот такой ответ. Утверждение тривиальное, но посмотрите, какие из него будут следствия. Давайте вот этот кусочек заменим равной ему правой частью. Препознание будет тождественное. Чего мы выиграем? Мы выиграем тот факт, что здесь вот эта вот самая штука была разная при разных N. А теперь у нас получится множитель от N независящей. Его можно будет вынести из-под знака основы. И то, что останется. А то, что останется, это что такое будет? Это как раз и будет волновая функция в начале момента. Так что все очень здорово. Мы таким образом нашли, что наш оператор на умение, это если что иное. И он действительно, поскольку H равитовый оператор, то экспонент с минус I представляет себя оператор унитарный. Все, что нужно. А мне еще раз только хотел очень четко напомнить, что мы, конечно, навели красоту, но фактически как действует этот оператор на основное состояние, мы можем чувствовать фактически через эту сумму. То есть всегда заводя такие выражения, мы должны иметь процедуру, с помощью которой можно было бы функционально применять этот оператор. Ну хорошо. Все это мы сделали. А что после этого получится? После этого получится следующее. Я теперь вот в этом выражении для среднего значения могу каждое ПСИ выразить через ПСИ с ноликом. Затем перебросить этот оператор сюда, он превратится в сопряженный, который равняется минус I. И вот теперь мы можем говорить, что у нас возникла новая форма разговора. Состояние задается волновой функцией, не зависящей от времени, а оператор, назовем его Газинберговским оператором, оказывается зависящего от времени. В планной механике вот эта картина употребляется относительно редко. И только для подчеркивания того, что именно в Газинберговской картине мы становимся немножко ближе по описанию классической механики, чем в картине Шрёдингера. Но самым привычным у нас остается, конечно, способ разговора и действия Шрёдингерских. А вот в теории поля, наоборот, этой картине мы отдаем предпочтение, потому что в ней наиболее явно литийский гавариантно выражается, например, операторы полейки, с которыми мы с вами взаимодействовали. Так, хорошо. Всё это было просто воспоминание с плантовой механики. Какое отношение ко всему этому имеет предмет сегодняшней реакции? Если у нас случится так, что наш гавариант может быть разбит на две части, одна из которых, скажем, соответствует простым, хорошо известным решениям. А вторая представляет малую добавку. Тогда можно наводить теорию возмущения. Так. И вот для наведения теории возмущений, мы помним, что мы работаем в теории поля, что здесь у нас является удобным газемберовское представление, да? С другой стороны, стартовать мы можем из выражения без возмущения. Тогда нам нужно завести такое представление, которое бы в отсутствии возмущения совпадало с газемберговским. Понятно, как его можно сделать, да? Нужно завести оператор в развитие, который называемой узноликом. Который выбран был вот так вот, как E в среднем минус I H с ноликом T. То есть оператор, отвечающий Гамильтониану без взаимодействия. Очень часто под H столиком мы будем понимать свободное поля. А для свободных полей мы уже все знаем. Полное описание у нас есть. И этими решениями дальше можно пользоваться. Ну, мы конечно же делаем, что происходит. И, конечно же, это заинтересование. Заведем тогда, как у нас заводилось представление шьердерга. — А мы давайте заведем… — To me, то есть волновая функция. Это было у минус первая от волновой функции Шриок-Мировский. По этому образцу и подобию заведем волновую функцию, соответствующую представлению взаимодействия. Будем обзывать ее буквой ФИ. Тогда это будет плюс ноликом минус первая от Т на, соответственно, Сит от Т. У Гайзенберга нам гарантировалось, когда мы используем полный геральтониал, вот эта величина будет независима от времени. Здесь мы используем только часть полного геральтониала, поэтому нам никто не гарантирует, что ФИ от времени зависит не будет. Будет! А раз будет зависит от времени, то интересно узнать, как именно оно будет зависит от времени. ФИ от Т ФИ от Т ФИ от Т ФИ от Т Здесь не будет константы, но тогда проверим, чему будет равняться производная по Т этой величины. Она будет равняться производной вот такого произведения. ФИ от Т ФИ от Т Где-то у нас здесь будет слева, а куда писать экспоненту? Слева или справа, аж с ноликом? На самом деле, аж с ноликом, с экспонентом, аж с ноликом коммутирует, да? Поэтому писать его все равно где-то. Нам будет удобно писать его, скажем, вот здесь. Так, хорошо. Это мы продефиенцируем первое слагаемое. Теперь дефиенцируем второе слагаемое. Оно будет содержать вот эту величину, мы ее будем вынести, плюс производное от цвета времени на и. Так. Но поэтому левую часть уравнения Шевеллира мы знаем, что она равняется аж кси. В итоге у нас получается, если мы и H с ноликом Т, то здесь будет стоять минус H с ноликом плюс H на цвет Т. А это как раз и будет просто оператор В. Итак, производная вот этой волновой функции действительно оказалась зависящей от времени, как мы и подозревали. Правая часть выписана в немножко неприятной форме, потому что в ней фигурирует неправильная функция. А ведь нас интересует зависимость Фи, а не Пси. Но это можно исправить, поскольку мы знаем, что Пси – это есть У на Фи, да? Вместо этого Пси, напишем У от Фи Ау – это версия минус И H на левом Т на левом Т. Вот теперь уже все получается очень здорово. В картине представление взаимодействия, развитие в обвинении определяется вот таким образом мнением. Слева производная от Фи, справа само Фи. А то, что при этом получается – это будет оператор взаимодействия, зависящий от времени. Все, полная картина составлена. Теперь остается попробовать охарактеризовать, чего мы достигли. Значит, для чего все это было устроено, давайте вспомним. И почему то, что мы получили, есть хорошо. Есть два главных аргумента в пользу того, чтобы дальше работать в представлении взаимодействия. Пункт первый. Если взаимодействия настолько мало, что им можно пренебречь, то к чему мы придем? Мы придем к картине Газинберга, которая, как мы знаем, нам наиболее любезна. Более того, для невзаимодействующих полей мы уже все основные соотношения просто знаем. Так что при В от Т, стремящемся к нулю, мы получаем картину развития Газинберга. Второе. Не менее мало. Если мы сравним уравнение Шлёдергера, вот оно, для функции Пси, и наше уравнение представление взаимодействия. Мы безоговорочно должны сказать, что если только В мало, то это уравнение гораздо более приятное, чем старое. Просто потому, что в правой части у нас оказалась малая величина, В, и по ней можно устраивать теорию возмущения. А здесь ну и так, здесь в правой части большая величина. Вот это основные доводы в пользу как раз того, что мы будем работать представлением взаимодействия. Так, хорошо. Также, используя представление взаимодействия, можно попробовать развивать теорию возмущений. Давайте. Это ну получилось. В квантовой механике у нас вообще-то есть схема того, как нужно получать ответы по теории возмущений. Схема эта неудовлетворительность в наших интересах в том отношении, что нам бы хотелось, как мы стартовали с самого начала, чтобы описание было ковариантным. Да? Поэтому мы хотим развить инвариантную теорию возмущений. А теория возмущений, стартующая от уравнения Шрёдингера, была явным образом некого варианта. Там явным образом было выделено время. Итак, у нас речь пойдет про эмориантный теорию возмущений. Для этого, может быть, еще раз. Давайте посмотрим, как можно было бы, какие идеи могут быть заложены в развитии этой самой варианта теории возмущений. Я вам напомню, что в нормальных условиях развитие волновой функции определялось вот этим самым элементарным эфиратором. Давайте посмотрим на это мы получили. Они вызывают сомнения. А вот я хочу теперь попробовать этот же самый результат получить другим способом. Не для того, чтобы усилить доказательность. Она и так, так сказать, это соотношение доказано. А для того, чтобы наметить путь, по которому мы пойдем в области теории поля. Можно было бы действовать таким вот образом. Вот у нас, скажем, есть стрела времени. Где-то здесь начало нашего отсчета. Где-то здесь время t. Если у нас здесь имеется волновая функция начальной момент времени, как получить ее в конечный момент времени. Ответ известен, но можно было бы действовать следующим образом. Весь этот интервал разобьем на их штук маленьких кусочков. Вот где-то здесь будет время t с индексом альфа. А вот добавляется вот такой вот интервальчик d, d, альфа. И возникает следующий интервал. t альфа плюс d, альфа. На взятом этом интервале мы ведь тоже можем применить эту формулу, да? Тогда это будет выглядеть следующим образом. Волновая функция в следующий маленький момент времени. Если не что иное, так наш оператор развития на этом маленьком участке, домноженный на psi в том момент времени, когда мы стартовали. Это тоже понятно. Теперь можно эту процедуру начать повторять. И что мы получим в итоге? Мы в итоге получим, что начальную волновую функцию должно будет действовать произведение таких вот операторов развития на каждом участке. То есть на каждом участке будет ваш от d до альфа. Возникло такое вот произведение. Дальше. У нас очень счастливый случай. Все входящие в это произведение операторы выражаются через один и тот же оператор h. И стал быть все они друг другом коммуницируют. А поэтому произведение экспонент сведется к экспоненту, в которой будет стоять сумма. Ну а эта сумма в пределе превратится в то, что мы уже хорошо знаем. Итак, с помощью такой процедуры мы получили все тот же самый ответ. И ничего нового нету, кроме того, что у нас возникла новая процедура. И вот эту новую процедуру можно уже применить к случаю, когда мы имеем дело не с уравнением шею линия, а с уравнением представления взаимодействия. Ну вот сейчас разумно сделать перерыв. Давайте сделаем. Мы теперь вступаем в новую область. У нас другое уравнение. И чем оно более гнусное, чем это? Очень существенно, принципиально важная вещь, которую я здесь встречал, это то, что оператор развития содержал гамильтониан, который обычно в условиях самых времени не зависит. Именно поэтому отдельные сомножители этого произведения были друг с другом перестановочными. То, с чем мы сейчас столкнулись, здесь гораздо более гнусная ситуация, в которой оператор вообще, говоря, от времени зависит. И поэтому оператор взял и в момент это альфа, и в момент это бета, если альфа и бета разные, вообще говоря, не коммутирует. И из-за этого происходят очень, так сказать, последствия, приводящие к необходимости делать громоздкие вычисления, в которых еще, кроме всего прочего, будут встречаться не слишком хорошо определенные выражения, их придется доопределять и так далее, и так далее. Все с этим связано. Но давайте по порядку. Мы можем начать развивать нашу картину теперь таким образом. Мы предполагать будем, что, когда частицы вступают в взаимодействие, это происходило в некоторый момент времени начальной даты, на минус бесконечности. А кончится взаимодействие в некоторый конечный момент времени в области плюс взаимодействия, в области плюс бесконечности. И вот на начальном и конечном этапе частицы окажутся разделенными друг от друга большими расстояниями, и, значит, не взаимодействующими, и, значит, описывающиеся чем? Как кванты Газенберговских свободных полей. Что мы умеем делать? Давайте стартуем сначала от конечного, начального времени. Здесь у нас будет некое начальное время. Нас будет действовать вектор состояния Фи в этот момент времени, некоторое конечное время. И здесь будет вектор в этот момент времени состояния. Затем мы эту штуку устремим в плюс бесконечности, в минус бесконечности, и получим картину перехода из некоторого начального состояния свободных частиц в некоторое конечное состояние свободных частиц. Но начинаем мы, еще раз повторяю, в условиях, когда времена конечные и состояние, вообще говоря, взаимодействия есть. Рассмотрим, опять-таки, вот этот вот интервальчик. Фи Для него все хорошо. Дельта-Т очень мало. Эту штуку мы можем записать в совершенно аналогичном образом, да? Фи Фи Катка Альфа Катка Альфа Катка Альфа Катка Альфа Равняется Е в степени Минус И И вот тут внимание, как будто прыгает в воду Вместо неизменно на H будет стоять В в момент времени Т Альфа на Дельта-Т Альфа Пока что ничего не изменилось, кроме того неприятного обстоятельства А этот оператор От этого Отличается Тем, что он перестал быть универсальным на все времена Следующий шаг Мы можем переписать Он будет выглядеть так Фи В момент времени Т Конечные Конечно, будет произведение По всем Этим вот Участочкам Вот эти самые Самые Альфи В начале момент времени А вот Но дальнейший переход Становится Полностью проблематичным Даже Если Вот этот переход Тот, который здесь был Совершенно очевидный Здесь Вообще говоря Невозможен Но Как всегда Когда Хотят получить Красивый ответ Можно попробовать Завести Непую красивую процедуру Правда Потом Нужно будет Оправдываться И рассказывать Что же эта процедура означает Давайте Заведем такую Красивую процедуру Процедуру Упорядочивания Во времени Вот пусть у нас будут Операторы Какие-то Все равно Пусть например Операторы А В разном Моменты Времени Эти моменты Времени Необязательно Располагаются По Возрастающей Или По Бывающему Времени Пусть это будет Дневное Время Это Совсем Другое Время Да Заведем Такой Оператор Который Будет Их Выстраивать Автоматически В правильном Порядке То есть Подразумевается Что Этот Оператор Подействует Так То Все Они станут Следующим образом Здесь Будет А От Т1 Здесь Будет А От Т1 Здесь Будет Будет Правда Определение Очень Просто Ясное Правда Затем Мы задаем вопрос Как его реализовать Да Но вот Чему Эта штука Будет Помогать Эта штука Будет помогать Следующим Если При любом Расположении Этих Операторов Ответ Будет Всегда Один и тот же То Здесь Можно Старковать С любого Расположения А Значит Под знаками Этого Интеграла Операторы Можно Переставлять Вот Это У нас Самое Гигантское Завоевание По Определению Какое Ни было Здесь Расположение Итог Должен Понятно Да Поэтому Старковать Мы можем С любого Расположения А Значит По Знакам Этого Оператора Можем Переставлять Эти Сомножители Значит Рассказываем Как Ее Не Что Это Первое Что Если Со Как Пока что мы ничего не изменили, да? Здесь все располагается в правильном порядке и от того, что мы написали оператор DEL ничего не изменилось Ну а теперь мы вспомним, что под знаком этого оператора Отдельные сомножители мы можем переставлять как хотим Столбатели не станут коммутирующими А раз станут коммутирующими, то мы вот этот шаг естественным образом совершили И что у нас получится? У нас только получится экспонент в которой возникнет сумма от D' от D' от D' от D' Очень здорово! Но ведь эту сумму да? Эта сумма в пределе, когда N стремится к бесконечности от D' 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 Уже получилось красивое выражение, правильно? Затем мы можем устремить, как и договаривались, Т-конечная бесконечность, Т-начальная кминоз бесконечности И в итоге получим оператор развития Что это будет за оператор развития? Посмотрите Состояние на минус бесконечности Выражается через состояние минус бесконечности Выражается через состояние минус бесконечности То есть с помощью вот этого вот самого оператора, который есть Т-экспонента От минус И, интеграл ВСТ на ВСТ Этот интеграл уже будет от минус до плюс бесконечности Этот оператор развития мы назовем С-оператор Так, а можно вопрос по поводу Т-оператора еще? Да, вот определение его дало, да? Ну, он действует на произведение или... Да, он действует на произведение Один лавровый оператор, взятый в некотором расставном порядке У нас имеется некоторое порядок предоставления Он их железным образом превращает в правильный порядок Здесь начальное время, здесь конечное время А вот я сообразить не могу, является ли он линейным? Является ли он что? Линейным Совершенно не имеет значения Он действует вот именно таким образом И все, что нам нужно Вот вопрос опять в том, что мы получили красивое выражение И окончательно это означает следующее Что у нас под рукой, как будто бы, появился аппарат для учисления вероятности перехода Так что пусть у нас имеется некоторое начальное состояние, ассоциирующееся вот с этим состоянием поры И оно переходит в некоторое конечное состояние, ассоциирующееся с этим Когда вероятность перехода, как он может быть найдена? Нужно на начальное состояние под действием декоративного развития Он переходит, пойдет в конечное состояние Чтобы узнать, как вероятность перехода в конкретное конечное состояние Нужно эту луновую функцию спроектировать на именно это конечное состояние Это и будет матричный элемент А совокупность таких матричных элементов составляет то, что называется S-матрицией Все хорошо и правильно И у нас уже, как говорится, есть готовый ответ Только нужно понять, как этим ответом пользоваться Функционально это можно сделать таким вот образом Смотрите Когда я говорю Про актера S То мы помним, что у нас V является малой плеченой А раз так Эту экспоненту можно разложить в ряд А раз так У нас возникает сумма По n от миллиарда бесконечности Вот разложение этой экспоненты Как будет выглядеть разложение этой экспоненты? Минус и в связи на n Минус и в связи на н повторяю На вот этот интеграл в степени n Этот интеграл в степени n Я могу расписать как интеграл От некоторого T1 На DT1 Одним от накрус бесконечности Я уже не буду дальше повторять На интеграл от V От D2 От D2 От D2 И так далее И все И все Поскольку все это совершается под знаменом Уборядочения То я могу располагать их как угодно Вот у меня Интеграл В степени n Может быть представлен В виде произведения таких интегралов Замечательно А дальше А дальше я знаю Что если я возьму конкретное значение D1 D2 И D N То вот эти произведения V V и V Будут Представляете себе такую штуку Оператор T Расставить их в правильном порядке И интегрирование Будет совершаться Только таким образом Чтобы эти Времена Были в правильном порядке Так что вот здесь И будет взрыва собака В том как именно Мы будем интегрировать К сожалению Это окажется Довольно громоздкая процедура То есть всегда Надо интегрировать так Чтобы В следующее время Было больше предыдущего По таким областям Даже в случае Второго порядка Там возникает Некоторые сложности Хотя Вполне Преодолимое Но если речь О третьем Четвертом порядке То это будет Достаточно громоздкая процедура Несмотря на это Способ действия Вполне ясен Этот вот Оператор Нужно понимать Именно в таком смысле То есть это красивое выражение Компактое Да Все что нужно Унитарное И так далее Но реальный его смысл Прещается в том Что у нас возникает Вот такая сумма Которая на самом деле Довольно Хитрая Более того Вот мы с вами Будем разбирать Первый Второй порядок Там все будет хорошо И гладко А чуть мы перейдем На более высокий порядок Там вдруг окажется Необходимость Бороться с расходимостями Которые там возникнут Это будет Целая большая проблема Но пока что Способ действия Описан И мы получили в руки инструмент Затем Отдельное Слагаемое В этой сумме Да Можно будет Изображать Каким-то образом Чтобы легче запоминать Правила вычисления Это изображение Удобно делать С помощью Так называемых Диаграмм Феймана Которые Являются Так сказать Одной из конечных Целей нашего курса Научиться Использовать Правила Феймана И диаграммы Феймана Для расчета Конкретных процессов У каждой из вас Есть проект Где-то нужно будет Делать Но все Сидит вот здесь С этой точки зрения Принципиально Задача решена Но как Всегда говорят Что дьявол скрывается В деталях Так вот и здесь Здесь тоже будет Много еще Всяких Диаграмм Сихулов Теперь Можно было бы уже Прямо заниматься Вычислениями Конкретных Процессов Но Прежде чем мы этим Займемся Нужно будет Пережить Одну Значит на мере Кинематическую Сложность Нужно научиться Связывать Вот эти вот Маточные элементы Которые мы уже Якобы умеем Рассчитывать С наблюдаемыми Величинами Эти маточные элементы На самом деле Есть амплитуды Вероятности Перехода Некого начального Некое Конечное состояние Как эти амплитуды Вероятности Связаны С наблюдающимися Наблюдаемыми Величинами С вероятностями Перехода Это вопрос Идейно Простой Но технически Все-таки Немножко Слазноватый Поэтому Его нужно Рассмотреть Во всех деталях Правда Давайте вот еще Что-то говоримся Прежде чем мы Начнем Этим заниматься Все-таки Хочется почувствовать Роман того С чем мы Столкнемся По крайней мере Хоть несколько Примеров того Как выглядят Сами операторы Возмущения Начнем С той Области Которая Является Для нас Самой Знакомой С электродинамикой Да Вы Электродинамикой Вы Знаете Что Функция Лагранжев Точнее Лагранжевая Блотность Да Которая Зависит от Пси И Пси Сокраженного И производных От него От них Выглядит таким образом Это есть Пси От Х Дальше входит Жан Омю Пмю Минус Е на С На С у нас единица Омю Так На С Обычно Еще Берут Таким образом Поскольку Лагранжевым Должен быть Веществом Продавляю Сюда Беру Половиночку Добавляю В комплексы Лагранжевым Причем Минус Что еще там Масса Свет Все Логранжевым Вариантно Все Вещественно Все Зависит От конечного Числа Производных Как полагается Но Вот Это Слагаемое Связано С Пмю С М Это Есть Ничто Иное Как Лагранжан Свободного Поля Дирака И только Вот это Слагаемое Да Отвечает Взаимодействию С этой точки зрения У нас Получается Что кусочек Лагранжан Отвечающего За взаимодействию Будет Такой Минус Заряд Пси От х На Амю Пси От х На Амю От х Так Это Награнжевая Плотность Дальше Вы знаете Что Если Речь Идет О Переходе У нас Фигурирует Здесь Кусочек Гаминтониана Для У нас Все Такой В Это У нас И Вы знаете Что Добавки В Гаминтониане И В Лагранжане Малые Отличаются Знаком Поэтому Если Нас Интересует Гаминтониан Взаимодействие Кусочек Отвечающий За Взаимодействие Он Долж Б Вравняться Минус Этой Величине То есть Это Будет Е На Си Гамин Си Гамин Так Да Что Подразумевается Здесь Под буквой Е Если Си Это Поле Частицы То Е Должен быть Зарядленной Частицей Если Частицей Мы Называем Электрон То Е Должен быть Отрицательной Так Мы Будем Пересчитать Так Что Но Этой На самом деле Не Сам Дамитаниан А Емодная Плотность Кто Тогда Фигулирует Вот В этом В этой Записи В этой Записи Тогда У нас Будет Следующее С Матрица У нас Должна Иметь Такой Оператор Д Действующий На Минус И А кто Там Дальше Будет А дальше Будет Оператор Возмущения Проэтиклированный Дальше Дальше По Дальше Но Сам Оператор Возмущения Это Есть Вот Эта Вот Величина Проэтиклированная По Д3 Дальше Окончательно Возникшую Штуку И будем Называть Просто Оператором Это Уже Быть Плотность Не Сам Оператор А Плотность Оператор Возмущения К сожалению Губ Уже Не Остается Поэтому я ее пропрежно буду называть буквой А. Так что нужно сказать следующим образом. У нас здесь должно возникнуть плотность операторного освещения на D4х. В электродинамике, тем образом, будет вот такая вот плотность оператора освещения на заряд. Согрет желтая величина. Это будет пол. Поскольку это приводится в операторах, то все встречающиеся здесь величины будут операторы. Это один пример, с которым мы будем работать. Сразу я хочу указать еще два простых примера. Не то чтобы... Вот этот пример имеет прямое отношение к действительности. Он описывает электромагнитное взаимодействие. Да-да? А в этом злодорожении последних ощущений точно такой? Он нравится. Да. Вот это вот. Ну да. А, вот такой, конечно. Но я еще хотел привести пару примеров, чтобы у нас было более живое восприятие теории поля. Значит, у нас здесь взаимодействует спиноль и электромагнитное поле. Есть вариант, в котором все это выглядит гораздо проще. Ну, например, если вместо спиноров, отвечающих заряженным частицам, мы будем брать скаляры. Тогда это будет фи от х. Правда, фи с крестом с фи не совпадает. Это будет заряженное поле. А вот вместо нейтрального электромагнитного поля, можно будет взять нейтральное же поле частиц скаляры. И тогда аналогом вот этого взаимодействия возникнет какая величина? Она должна быть скаляры, и она должна быть построена из этих величин. И строится она примерно по этому же способу. То есть, нужно взять сопряженное, заряженное поле на несопряженное. И давно уже не надо. Структура будет та же самая. В том смысле, что есть два заряженных поля, одна нейтральная. Здесь все в целом было скаляра, потому что Пси, гамма, амин, Пси это вектор, амин тоже вектор. Для того, что четырехмерное произведение. Здесь тоже был скаляр, потому что все три поля сами по себе скалярные. Здесь это была величина, происходящая из вещественного габинтениана, и эта штука вещественная. Здесь стоял заряд Е, и здесь мы должны будем поставить некоторый заряд, который будет определяться конкретной моделью. Это вот упрощенная модель электродинамики. С нее очень удобно начинать, потому что здесь нет сложности, связанной со стиралистикой или с векторным характером электромагнитного моля. Основные идеи мы проработаем как раз на этой модели. Можно взять чуть более хитрую модель. Например, такую. Пусть у нас заряженные частицы по-прежнему описываются вот этим набором. Все и все христов. Но вместо электромагнитного векторного поля будет стоять нейтральное скалярное поле. Как организовать взаимодействие в этом случае? Поскольку у нас будет стоять скаляр Fx, то он должен обрагаться тоже на скаляр. Развеличивая все христовы, скаляр организуется только таким образом. Просто произведение ψ, содержанное на ψ от х. И опять-таки здесь какая-то константа, вообще говоря, другая, чем в предыдущем случае. Это тоже будет упрощенная модель электродинамики, но уже более сложная, чем предыдущая, поскольку здесь фигурируют спинолы. Но вот эта модель уже имеет прямое отношение к жизни. Потому что АПСИ, например, может описывать щитцовский бозон, уже открытый, да? АПСИ может описывать лектоны, например, лектоны и позитроны. И тогда мы сможем с помощью этой модели, если только мы будем знать константу уже, описать, например, распад хиггсовского бозона на электроны и позитроны. Или наоборот, рождение хиггсовского бозона в созданиях электронов и позитронов. Мы это будем делать. Попробуем понять, чем встречные мионные пучки предпочтительнее для этого процесса, чем встречные тромпозитроны. Ну хорошо. Итак, схема расчета и даже первые примеры, с которыми мы будем работать, уже пропланированы. Но вот осталось все-таки, самая важная деталь, это связать нашу амплитуду вероятности, которая выписана через элементы матрицы С с наблюдаемыми величинами. Этот раздел чисто кинематический. Но, как всегда, к нему отношение такое же. Если вы этот раздел хорошо поймете, то он так и останется не очень важным кинематическим кусочком. Если вы этот раздел не освоите, то вы каждый раз, когда приходится что-то вычислять, об этом кинематический порог будете спотыкаться и мучительно вспоминать, как нужно действовать. И так? Амблицовую переходу. У нас все, что нужно минимум, по крайней мере. Амблицовую переходу. До новых встреч. Нобразие. Звездо. Хм. Разв writer. Упаду. 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 Слежала общая картинка. Вот у нас имеется начальное состояние. Мы будем изображать ее неким количеством частиц. На минус бесконечности это свободная частица. Каждая из них будет характеризоваться своим образцом. Крабин. Пойдем. Они сталкиваются, сбежаются, взаимодействуют. Часть из них изничтожается, часть из них рождается. И возникает какое-то количество конечных частиц. Их число другое, их инкульсы другие. И все, что происходит, описывается, конечно, оператору новозвития. Вопрос в том, как сосчитать соответствующую вероятность перехода. Давайте размышляем на эту тему. Можно это сделать таким образом. Значит, мы должны будем взять амплитуду вероятности перехода в квадрате. Это очень простая вещь. А пребуду вероятность перехода в квадрате. Дальше что мы должны сделать? Если бы это были дискретные состояния, изначальных дискретных, конечные дискретные, это не дало бы нам вероятность. Но у нас на самом деле конечные состояния приближают свободным частицам. А свободные частицы характеризуются непрерывенным распределением их импульсов. Поэтому нужно умножить на число конечных состояний. Какая-то частица как сочетать соответствующее число состояния? Нужно взять элемент базового объема. Это обычный объем. Умноженный на элементы импульсного пространства. Все это разделить на 2πH в кубе. Но H у нас единица. Это будет число конечных состояний частицы F. Затем нужно будет произнести увеличение числа таких базовых объемов по всем частицам. То, что получится, это и будет вероятностью перехода из некого начального состояния в некое конечное состояние. Так. Теперь начинаем присматриваться к тому, что мы записали. У нас, вообще-то говоря, может происходить переход изначального в начальное состояние. это совершенно тривязное и неинтересное для нас. Поэтому из полного материчного элемента вот этот кусочек, соответствующий отсутствию взаимодействия и рассеяния, специально выделить. А то, что останется, ну, назовем, например, буквой T. Ну, и из того, что получится, мы не знаем, что у нас должен быть закон сохранения. То есть, сумма всех четырех импульсов по начальным частицам, обзовем его F большое, должно равняться сумма всех четырех импульсов по конечным частицам, обзовем его F-штрих. Давайте, на этот факт, выделим отсюда соответствующий закон сохранения. Удобно еще выделить в номере 2,5,4. Так. Вот такие, казалось бы, естественные действия уже приводят к необходимости задуматься. А потом мы эту штуку подставим вот сюда. И если нас будет интересовать научи настоящего растения, когда начальное и конечное состояние различаются, тогда у нас первое, сзади, оно исчезнет. Но зато возникнет вот такая неприятная вещь, как квадрат. это дельта-функция. А что это такое? Но я могу это записать таким образом. Одна дельта-функция, дельта-функция, но иногда я должен потреблять что у второй дельта-функции аргументы должны быть непримерно одинаковые. Это есть требования, возникающие с того, что у нас есть первая дельта-функция. Ну а как выглядит обычная дельта-функция? Это есть интеграл отверстие минус P-P-P-3 x d4x Есть такая формула, да? Если мы хотим не иметь бесконечности, давайте попробуем сказать, что интегрирование на самом деле ведется по конечному объему, так как мы всегда делали. И кроме того, по конечному интервалу времени. То есть вот это величины таки и дельта-ф мы сначала считаем конечные, только потом мы их устремляем к плюсу и минусу бесконечности. Вот эту штуку назовем дельта-т. Так что мы должны будем адаптировать по конечному объему и по конечному времени. И все это должно производиться в условиях, когда p равняется p' Но когда p равняется p' вот эта скобочка равняется 0 по знаку мутер-раду стоит 1 и мы получаем вот такой вот ответ ну что ж так у нас и получится итоговая вероятность. Как она будет выглядеть? Уместо s-f-i возникнет квадрат этой личины то следется t-f-i да, да, я еще прошу прощения в определение любят вводить в нему единицу. Прошу прощения, это очень полезное. Это на самом деле факт определения. На модуле это не сказывается, но на разных общих соображениях она потом будет очень полезна. Значит, дальше квадратная эта функция мы уже сказали что это такое. Это 2π в четвертый на объем на объем в т.п. Что отсюда видно? Отсюда видно, что на самом деле наша вероятность будет расти пропорционально времени. Это означает, что интересующей величиной на самом деле будет являться вероятность единицы времени. объем объем пока что остался. Конечно, в физически значимых причинах он должен будет выпасть, но пока что мы должны будем... Да, что ли? Я еще забыл написать самолетную торфуцию она таки останется. А вот и когда оно... А и исчезнет. Мы же туда ставим мою. Все. Значит, нам будет интересовать величина, которая называется вероятность в единицу времени. Вместо этого я могу поставить здесь точку. Вот она так вот и изображается. Это есть ответ, годящийся для всяких вариантов. Самые интересные варианты это какие? Вначале имеется одна частица, она распадается. И вариант, когда вначале сталкиваются две частицы, получается все, что угодно. Вот эти варианты мы рассмотрим с девушью рост.